Райд Экшн Райд Экшн Райд Экшн Райд Экшн Райд Экшн лет, Володя очень сильный райдер, у него амплитуда просто зашкаливает, ну и все. Как будет происходить битва? Он недавно перебрался в стрит, не боишься его каких-то фирменных штучек со стрита? Ну, боюсь, конечно, но я их забаню, как и он мне. Он мне забанил все парковые трюки. Одни из самых... Как оно? Ладно, неважно. Получается, это первый баттл, в котором у нас появятся баны. Круто, ладно, рассказывай о спонсорах. Пару слов тебе о спонсорах, а мы пойдем дальше. Спонсирует меня тысяч тим, и все. И мой крытый парк в моем городе. Круто, ладно, желаю тебе удачи на баттле, а мы продолжаем. Приветики, друзья, абсолютно не понимаю, как я показался. Оказался на этом стуле. Поприветствуем второго участника ВОВУ! Итак, Вовочка, я хочу тебя спросить, насколько сильно ты нервничаешь по десятибальной шкале? Думаю, на два или на три. Я вот сейчас смотрел на тебя там, как ты вот так вот держался, дрожал там. Мне кажется, на все одиннадцать. Но, возможно, мне кажется. Сколько ты готовился к этому мероприятию? Ну, вообще, я готовился примерно неделю-две, где-то так, и все. Насколько ты оценишь свою готовность по десятибальной шкале? На десять. Ответ можно сейчас дать «да» или «нет». Ты сегодня победишь? Да. Он сегодня победит. Вы все сами все слышали. Мужик сказал, мужик сделал. Вовочка, тебе удачи. Погнали. Все, дорогие друзья, пришло время начинать. И победивший в этом баттле сразится уже в одной четвертой с Владом Даниловским. Иван Соловьев, главный судья, зачитывает краткие правила, и мы начинаем. Так, ребят, мы играем до шести букв, слово «экшн», гадаем только на выпущей карте, и оппоненты заботились о другом трюке. Так, Кирюха заблокировал Вови. Фибл – клип. А Вова Кирюхе – фиглис – амбрелла. Выбирайте стороны. Орел. А как мы их поддерживаем? Режим. Подбрось монетку. Орел. Режим. И начинает Вова! Поехали! Пришло время первого загада, Вованчик. Тяни карту. И сразу же мини-фанбокс выпадает. Я гадаю в обратную сторону этого фанбокса два оппозитных барах. Первый загад в обратку фанбокса. Я попробую. Пробуй. Хорошо, он не умел прыгать в обратку в фанбокс, но он его с первой перепрыгнул. Осталось вставить два барчика. Один барчик есть. Может быть, ты хочешь Маллинган взять и добрать? Маллинган берет? Не берет Маллинган, счет открывается. Но это 1-0. Тяни сходу и открывай. Сравнивай сходу. И квотер. Я гадаю в банк, вот из этого квотера брай вип на бутеркап. Если бы он сделал, я даже не знаю, как бы Вова с ним справлялся. Потому что доска у него в три раза больше, чем у него. Свободная фигура. Свободная фигура. Я гадаю через этот фанбокс, 363 бара. Вообще идеально. Треха была, 3 бара было, вопросов нет. А где треха-то, друг мой? Где треха? Будет треха. Еще раз, давай, вторая попытка смотрим. Ай, Кирилл, ай, Кирилл. Кирилл запоролся просто на базовом элементе, 360. Счет. А я не помню счет. Счет 2-0. Кирилл, надо срочно, срочно набивать буковки и сравнивать. Вытягивай карту. Мини-фанбокс. Я гадаю, вот этот мини-фанбокс, нафиг фронт-скутер флип на бар. Идеально. Я не знаю даже, как Вова будет выполнять этот стрит в самокате. Такой элемент. Я не буду делать этот трюк. Что, значит 2-1? Вытягивай. Это фанбокс. Я гадаю в обратку этого фанбокса вип на бар. О, идеальный вкат. Отсчитается, конечно же. Он ни разу фанбокс в обратку не прыгнул. И сразу вип на бар всаживают. Просто мастерски отбился. Давай, теперь загадывай и делай. И... Квоттер. Я гадаю Брайна 3-ю по вот в этом квоттере, в маленьком. Просто мастерски загад в таком малюсеньком квоттере. Просто посмотрите на его самокат. Стрит-пушечкой. И он Брайна 3-ю по в таком маленьком квоттере шмаляет. Хорошо, для такого самоката очень хорошо. Маллиган берется? Маллиган не берется. Счет 2-2. Вова, Вова, тебя догнали. Давай, тяни. Надо опережать соперника в квоттере. Я гадаю, в этом квоттере фронт-фифти на 2-7 из бар вскат. Вообще в легкую, красавчик. Повыше, чувствуй. Чувствуй его. Чудак-человек мог сделать. Ай, разогревайся, вытягивай, гадай. Это мини-фанбокс. Гадаю 2 фронт-броя в этот мини-фанбокс. Эй, почти! Опа, ты вырываешься вперед. Советую дальше идти в том же духе. Вытягивай карту. Это фанбокс. Я гадаю, 3 оппозитных пара через этот фанбокс. Смотрим. Хорошая бобычка. А в тапочки слетели. Он сделал 3 бар спина, но пару вопросов к Ивану Славьеву. Перелет был не оформлен, мне кажется. Нужно повтор смотреть. В общем, посмотрите повтор. Там был жутко задет фанбокс. Не считается, но ты можешь взять дополнительный. Я беру Маллиган. Окей. Пошел! Хочу курву! Пошел! Еее! Взял Маллиган и сделал этот трюк! Красавчик! Счет остается от 3-2! Красавчик просто мастерски отбился, тяни карту, гадай, зарабатывай баллы. Свободная фигура, гадай где угодно. Я гадаю фромбрайд, вот вы тут спайн. Кирюха, красавчик, изящно делай фромбрайд через спайн. А пока что вы смотрите этот гейм в магазине Райд Экшн. 15% скидка тому, кто ведет купон экшн на промежутке всего батла. Всех батлов! Хорошо! Километровый самокат, километровая доска, а трюк изи просто! Это мини-фанбокс. Я гадаю, через этот мини-фанбокс тридцать сейчас свой бар на оппозиции. Просто идеально, он явно знает, куда надо бить. Делать будешь? Не буду. Почему? Кирюха не умеет через фан. Понял. Там уже реально здесь и сейчас, счет 4-2. Нужно сравнивать. Тяни карту, и это свободная фигура. Гадай, где угодно. Я гадаю флип вот с этой вот сисечки. Сальто назад с такого маленького подката просто за километр улетает. В порядке? Кирилл, ты в порядке? Норма, голову не отбил? Все, продолжаем. Вон, Банчик, против тебя был хороший загад. Если бы он сделал, пробовал бы? Думаю, да. Ладно, тяни, гадай сам. Это свободная фигура. Ты куда собрался? Вон туда. Зачем? Катить с интвистом. Высота этого квотера просто 3 моих роста. Так врывается с интвистиком. Просто красавчик. Я не буду делать. На мне 5. У тебя еще есть шанс. Кирилл, это счет 5-2. Нельзя расслабляться. Надо гасить и доставать все карты из рукавов. Свободная фигура. Прям вы с ним, короче. Гадаю через этот фатбокс 2 фронт-брояда. Собрался духом и сделал 2 фронт-брояда. А в прошлом выпуске мы разыграли рулевую дропу. И я готов вам представить победителя. Это Артур Багиров. Красавчик. Волчик просто. Чемпион на таком гиганте. Пробует такие баркерские трюки. Респект ему. В комменты не дайте. Волчик. Волчик. В одну ножечку зацепил на таком гиганте. Волчик, может возьмешь третью? Не хочешь забрать? Терять нечего вроде как. А давай. Он берет маленький гад. Погает. Чуть-чуть не разбился, но ничего. Счет 5-3. Возможно, сейчас будет завершающий загад. Выжить после такого адского трюка дорогого стоит. Давайте не карту. Счет 5-3. Возможно, это решающий загад. И свободная фигура. Второй раз. Я гадаю лип слайд по вот этому холпингу. Элементы стрита подъехали на последней попытке. Ударил в камеру нечаянно. Но, возможно, это последний трюк. Я не буду делать. Почему? Я столько не расскажу. Понятно. Счет 6-3. И со счетом 6-3 Вованчик побеждает в грядущем баттле. И мы переходим на финальное интервью. Вованчик в Сочи не едет. Все, дорогие друзья, наш баттл подошел к концу. И Владимир Алехин одержал победу. И он сразится уже в 1-4 с Владом Даниловским. Владимир, я тебя поздравляю. Держи небольшие призы от спонсоров. Пару слов от победителя. Ну, в начальном интервью меня Петя спросил, выиграю я или нет. Я сказал, да, оправдал свои слова. Красавчик, есть еще что-то сказать? О твоем будущем оппоненте Владом Даниловским. Ну, я могу сказать, что это очень жесткий соперник. И битва будет вообще непредугаданная. Все может быть. Хорошо, тогда. Надеюсь, ты очень хорошо подготовишься к этому баттлу. Ну, а Кирилл Варенцев в нашем баттле сегодня проиграл. И тоже ему утешительные призы. От наших партнеров и спонсоров пару слов от проигравшего. Володя Чемпион. Володя Чемпион. Красавцы, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Не переключаемся, ведь дальше будут баттлы только интереснее и эпичнее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы встретимся с вами уже в следующем баттле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok